Вчера был эпизод эмоциональный в Мигзоне, где вы обменялись мнениями, комплиментами с тренером соперников. У вас был такой дружеский момент в двух словах. Что рассказали, какой был, как? Нет, мы пожелали друг друга. Удачи в дальнейшем. У нас с Федей очень хорошие отношения, мы давно друг друга знаем. Кстати, он даже на португальский разговаривает. Он очень открытый человек, очень спокойный, искренний, нет у него как-то высокомерности. И поэтому с ним всегда приятно, мы желаем друг другу удачи, обсудили чуть-чуть игра. Что была действительно игра, которая украшает чемпионат мира. И что одна команда, которая больше атакует, и другая, которая противостоит этой игре в атаке, с очень хорошей обороны. И вот мы в общем так и говорили про травму, про тех, которые он потерял, тех, которые у нас не играли за травму. И говорили, что жалко, что не все могли играть. Если всех могли играть без травмы, без удаления, еще красивее было матч. И опять же, там был похожий диалог у вас с Егитой. Здесь что вы сказали, капитан? Ну, Егита я благодарил ему. Я благодарил, что я ему сказал, что для меня большая часть в этой жизни, не только жизни. Я, если так и быстро, как я говорил, ему благодарю за то, что это 6 лет, которые мы вместе, и тоже благодарю за то, что он появился в меня в жизни. Вот и как человек, как спортсмен, который, человек, который всегда готов, да, дайте все для тренера. Поэтому я ему благодарил в тот момент. В вчерашнем матче было много героев. Но одним из, как вы сказали, Егита, как вы считаете, он набрал свою лучшую форму, когда он был единолично лучшим вратарем мира. То есть есть ли он в той праймовой форме сейчас, как ваше мнение, как тренера, как специалиста, как наставника, если можно так сказать, набрал ли он ту классную форму? Ну, когда меня задают вопрос по таким футболистам, как Егита, как Доглас, да, как Турсагулов, Ильоразов, и я скажу, что я не знаю. Потому что такие футболисты, я не вижу потолок. Поэтому он такую игру выиграл вчера, и он, может, в следующем матче еще лучше играет. Потому что это и топовый футболист, да, который нет потолка. Потолок есть для обычных футболистов. Поэтому, ну, неоднозначно он сейчас в хорошей форме, физической форме, психологической, конечно. Но он сейчас очень собран в эти дела. И поэтому думаю, что как минимум, как минимум, в очень-очень хорошей форме. В продолжение темы, одним из, опять же, ключевых игроков вчера, Лео Стал, который не играл на предыдущих турнирах, насколько его участие, опять же, ну, глупо, наверное, говорить, усилило игру все-таки. Где-то эмоциональные моменты, где испанцы пытались поддавить. Видно было, что Лео стал одним из тех, кто ответил вот этой агрессией, может быть, провокацией. Потому что, как бы, один из самых опытных игроков. Оцените его в клаву. Ну, Лео, Лео, именно это, именно добавил в этот матч очень холоднокровь, ответственность, да, он очень ответственность за человек. Он статистически, он очень переживает, как и действует, дисциплинированно, он очень дисциплинированно. И поэтому в такие матчи, в такие футболисты показывает, да, свой уровень. Поэтому игра, играли много в обороне, и Лео, это специалисты в этой теме, да, и поэтому он показал свою очень хорошую игру. Вчера мы, к сожалению, один матч потеряли Турса Голова, который не сыграет во втором туре. И немножко вам пришлось ротацию поменять немного, я думаю, что вы как-то по-другому хотели сыграть по игрокам. Ну, по-моему, два игрока все равно не принимали участие в этом матче. Оцените форму и как бы готовность. Я надеюсь, все ребята вышли вчера без повреждений, такие серьезные. Нет, 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 нет. Два футболиста не приняли участие вчера на игру из-за травмы. Они будут играть на чемпионат мира, да, но мы решили то, что чемпионат мира не закончат. К матчу Испании, да, и если они играли, они могли играть, могли фальсировать события, но и могли закончить чемпионат мира для них. Да, поэтому мы решили, что фальюли и Монополия и Расул не принимать участие в этом матче. Несмотря даже, что мы потеряли Турсагуну, все равно держали свой план, свою стратегию, потому что нужно, чтобы они были в полной силе вот и в решающем матче. Вчера еще такое наблюдение было, здесь в Узбекистане очень так тепло, даже можно сказать жарко. Вчера на арене на трибунах было очень жарко, прямо душно, я бы сказал. На поле там тоже было душно. Я видел, что ребят прямо полотенцем обмахивали, чтобы они немножко, вот этот воздух к ним вернулся. Но столько ли было жарко на арене. Вот именно конкретно вот это был такой, не знаю, как сказать, хитрость такая, да, определенная, что испанцы так не делают. Ну, нет, я думаю, что мы играли в более тяжелые условия, что касается духота, да, что касается жара, более сложно. Было, да, конечно, было душно, и игра была горячая, да, поэтому наши вот, наши ребята, когда приходят на скамейки, и неважно, и тренерский штаб, или персонал, или партнера, будете там с полотенцем, да, дайте им, надувайте, дайте им какой-то воздух, чтобы они могли быстрее восстановиться. Но, нет, наверное, если испанцы это не делали, потому что им не надо было делать, я не знаю, но это обычная практика в футзале. Вчера, опять же, такой момент, как бы наших ребят приняли так классно, восторженно, прям это, трибуны прям за нас были, на испанцев реагировали, мягко говоря, в другую сторону. Как бы, обращали ли вы внимание на эти моменты? То есть, я видел, что ребята прям призывали трибуны, давайте, давайте, типа, поддержите нас, потому что, ну, нужно поддавить на испанцев, может быть, где-то. Иногда болельщикам нужно получить от команды энергию, чтобы реагировать. Иногда болельщик передает энергию команде, чтобы она реагировала. А вчера это с первого момента и друг другу передали эту энергию, поэтому не пришлось ничего делать, какое-то действовать, чтобы потом получить реакцию. Нет, вчера мы уже с самого начала, как ехали на игру, как люди на дороге нас встречали с флагом, с поддержкой, когда мы зашли на поле, и сразу вот поддержка, и поэтому это было с самого начала. И эта поддержка была очень важна вчера, очень, потому что это игра, которой футболисты не могут на долю секунду потерять концентрацию, потому что они наказывают. И болельщики заставили нас быть, нам быть концентрированы. Сконцентрированы. Момент такой. Вчера у нас было фаллов больше, ну, как бы, потому что игра такая. Во-первых, красная карточка, и у вас желтая. Да. Я так понимаю, по наблюдению, вы держали в тонусе не только своих игроков, но и с рефери постоянно у вас был контакт, вы постоянно на что-то указывали, как будто, если не ругались, то вы, как бы, довольно давили на рефери. То есть это для личного комфорта, то есть вот этот момент борьбы, то есть участия своего, либо это как-то так, стиль такой, да, получается, вот вчера. Вчера, наверное, первый раз, когда я сожалел, что я разговаривал на испанский, потому что арбитры были с Панамы, она испанский разговаривает, и я постоянно с ними разговариваю, пытаюсь, выясняйте ситуацию, что, почему и так. И, наверное, надоедал их, и они меня дали желтой карточке, но ни одного момента не было никакого слова унизителя, не было. Просто они меня дали за перебор, за перебор в комментариях. Слишком много разговоров было. Слишком много разговоров, да. Я это знаю, я не говорю, что они прав были. Ну, я многому не согласен с их решением. Может быть, мне надо было дать скидку за то, что это первые матчи, это Казахстан-Испания, это для судов из Панама, которые, как таково, нет такого футзала, когда они встречаются в таких муровых матчах. Надо было было дать, наверное, делать скидку на это. Но там накануне нашей жизни, да, нашей команды, футболисты должны понимать тоже, что я их защищаю, что я не просто так и делаю, что хотите судить. Но у меня должны быть карточки, то знаю, что я не прав. И скажу всегда любой футболисту, что не должно быть и так. Но эмоций были вчера очень много. Но самое главное, что потом я спокойно доиграли, да, без авторожопа. Вчера, опять же, эпизод такой, наверное, после матча, но ситуация такая, когда мы сыграли в ничью с Испанией. Теперь шансы на первое место, они как будто бы очень близки, но теперь у нас будет, опять же, наверное, какое-то соревнование параллельное, да, то есть нас ждет, по-моему, по разнице мячей, да, по-моему, первое? Да, по разнице мячей. Насколько это, не знаю, отвлекает или вот как-то действует на... Потому что держишь в голове, как там играет Испания параллельно, или как она сыграла? Ну, честно, вот, мысли наши, это не забивать голи, это играть в свою игру, получить удовольствие, выиграть, то, что будет, то, что будет. Потому что я никогда не видел этот погон за голов хорошо закончится, да, тем более, когда ты не знаешь, сколько тебе надо. Я уже видел, когда ты знаешь, сколько голов тебе надо забивать в этот матч, и команда вытащила, ну, мы видели, Барселона, Парис-Сан-Жерман, когда 6-1, по-моему, да? Да, легендарный матч. Легендарный матч. Но они знали в этот момент, сколько надо, да? И в футзале то же самое, нет такого, что, а, меня надо много забивать, давай, сейчас шашка, вот, и пошли, надо забивать. Это не должно быть, у нас такого не будет. Наши цели будут выиграть, сохраняйте здоровье у всех футболистов, да, чтобы, если получается, быть первыми, но и хорошо. Если не получается, мы должны быть готовы играть против любой соперники, но не теряя голову, не теряя голову, сейчас побежать, и чтобы забивать голи в этот профус носа, вы теряете свой фокус. Поэтому наша задача не забивать голи. Вы немного ранее говорили уже про Новозеландию и про Ливию, то есть они между собой сыграли, как-то уже присматривались к соперникам? Да, Ливия, Ливия, конечно, уровень выше, Новозеландия. Новозеландия то, что очень классная, такое, что это самая молодая команда, это, по-моему, вторая, на второе место, в среднем возрасте 2-1,5 года, да, они тоже, вот есть будущий футзал в этой стране, да, вот такие молодые футболисты уже играют на чемпионат в мире. Ливия, они более, ребята более взрослые, более опытные, есть там 4-5 футболистов, которые играют, вот очень хороший уровень в футзале, да, особенно с мячом, да, но нам, поэтому это там команда, там это не то, что мы должны сейчас пойти думать, сейчас мы выиграем 3-4-5-6 мячей, как много думать, мы должны выходить и выиграть, да, а головь это уже на другое. Если источники не врут, на прошлом чемпионате мира вы пообещали, если команда выходит в полуфинал, вы прыгнете в озеро, по-моему, так было, я могу ошибаться, нет, такого не было, вы, если мы, да, если команда выходит в полуфинал, на прошлом, да, 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 что я должен был делать? Было такое, прыгнуть то ли в воду, то ли в озеро, не помните такое описание? Да, 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 было, 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 если честно, я не прыгал, потому что, ну, как-то меня не разрешили, там была, там была холодная вода, я уже хотел прямо из этого, из костюма, да, но и сказали, что нет, там это тоже, это пруды тоже, который там был, был не очень чистый, и сказали, нет, это рискованно как-то. Но, не знаю, меня не понравилось, что я не прыгал, но такого было, такого было. Сейчас у вас в голове нет таких, не знаю, может быть, где-то сумасбродных мыслей, готовы поддержать свой прошлое, прошлоразовый, может, на фарт? Я думаю, что, я, честно говоря, еще не думал об этом, о какой-то, если мы, что-то там, мы, мы, как я вчера говорил, в один интервью, у нас есть давление, очень сильное давление на то, чтобы мы стали чемпионом мира, да, для нас это привилегия, это привилегия, потому что это давление есть, есть, и потому что мы дошли до полуфинала, да, если мы не дошли до полуфинала, играли четвертьфинал, да, и тут не было никакого давления, чтобы стать чемпионом мира, поэтому давление, это привилегия. Но мы должны понимать и хорошо жить с этим давлением. И как ты можешь жить с этим давлением? Это ставит задача на каждый матч. Потому что у тебя давление стать чемпионом мира, но здесь есть шага. А эти шага ты можешь потеряться и не дойти даже близко. Поэтому мы чувствуем больше давления на каждый матч, чтобы выиграть каждый матч. Поэтому у нас задача на каждый матч. Не думаю. Тогда я думаю, что мы вернемся к этому разговору перед четвертьфиналом. Но надо еще туда дойти. Если мы такую задачу сейчас ставим перед собой. Не будем загадывать. Не будем. Это футбол, где голы, где любая ошибка может решить абсолютно все. Футбол, футзал. Вот так. Мы сюда приехали. Мы играли против Аргентины. И у нас все. Вот это хороший матч. Все живы, здоровы. Все нормально. Только это. Расул чуть-чуть травмировал, который может и сыграть. А вам приехали, обваливали травму. Вам на игру Тусагулов удаление. Расул Абду Монополи еще не может. И вот и хорошее состояние у нас плохое состояние. Поэтому здесь можно все менять быстро. Все. Спасибо большое. Все, давай. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова